Книга «Открытым оком», вопрос 524, тема богослужения. Слушая вас, складывается такое мнение, что вы проповедуете фарисейско-старообрядческий подход к вере и в расповеданию закона и буквы. А где же тогда благодать Святого Духа? Разве делами оправдывается плоть? Неужели в первые времена христианство так понимали? Или вы свое понимание и подход к вере проповедуете? В чем вы видите свободу во Христе? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Мне всю жизнь приходится терпеть нападки слева и справа. Это как раз свидетельствует о том, что я стою прямо. Одним, как вам, не нравится порядок, стройность, целомудрие к одежде. Небритые лица, отсутствие косметики и украшений. Очень не нравится исполнение канонов в Святой Церкви, а им нужна свобода. Свободе во Христе нужно учиться, а просто свободе вседозволенности не нужно. Просто поступай по стихии мира. Послание Колоссянам 2.8 Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Фарисейско-старообрядческий, что напротив этого стоит? Саддукейский, никонианская, вседозволенность, подражание мирским, западу? Совершенно свободным от обрядности никто быть не может, пока находятся во плоти. Если баптисты и другие исты кичатся, что у них нет обрядности, то они лгут. Они на молитве складывают руки вместе, закрывают глаза, преклоняют колени. Это все обрядность. Притом еще следует рассмотреть, согласны ли это с священным писанием у них. Христос и апостолы молились совсем не так, но смотрели вверх и поднимали руки. Марка 7.34 1 Тимофей 2.8 Итак, желая, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Открываем журнал «Баптист», издававшийся в первые годы революции. Огромная фотография, почти все до единого молодые люди с бородами. Сегодняшние более прогрессивные? Из фарисеев получались прекрасные верующие, и к ним принадлежит величайший проповедник мира Савву. Деяние 23.6 История нам не сохранила ни одного имени из садукеев, даже в житиях святых, кто обратился бы к Богу и совершил бы подвиг во имя Христа. Садукея имеет все кургузы, обрезанное, сокращенное, не верит в душу, отрицает у ангелов, всех пророков, библейские исторические книги, псалмы. Сегодняшние садукеи отрицают церковь, истинное священство и придумывают в себе самоизмышленное рукоположение. Отрицают цветы и таинства церкви, и взамен этого устрояют свои. Об этих еретических выкрутасах подробно говорит Каприян Карфагенский, называя их не иначе как «враги Христа и Бога Отца». Говоря о старообрядцах, вы имеете в виду только обряд, поэтому его и коснусь. Отличает их истовость, крестного знамения, бороды, рубашка на выпуск под пояс, поклоны. Ничто из сказанных здесь не противоречит Библии. Слово «пояс» – «опоясываться» встречается в Библии 124 раза, а распоясываться только один раз в отношении иностранца-хулигана. Третий царь, 2011. Что лучше и на что больше оснований носить пояс или не носить? Но любой сектант сразу же становится на сторону хулигана, а 124 доказательства из Библии он сразу же бросает за себя. Вот их вся и любовь к Библии. Православный же обвиняет меня в том, что я как сектант опираюсь на Библию и отвергаю внешнее, делаю упор только на внутреннее до чрезмерности и так во всем. Одни говорят, что я женоненавистник и имеют на это основание. Другие с такой же лихостью распространяют обо мне молву, что я как заядлый ловелас волочусь за каждой юбкой. И это еще раз говорит, что моя позиция правильна. Враг ничего не может найти существенным в обвинениях, и поэтому как лжец прибегает ко лжи. А истинную мою наготу, грехи, Бог по неизреченной своей милости покрыл амафором Божьей Матери, и вот утешение мое. Она скрывает меня от позора и бесчестия, и к ней я прибегаю с трехлетнего возраста. Первые христиане заботились о красоте внешней и внутренней, как об этом говорит Антон Павлович Чехов. В человеке должно быть все прекрасно. Попробуйте достать фотографии сектантских церквей, их прихожан и любого из храмов города Барнаула, и мы покажем фотографии своей крестовозвенческой общины. Глядя на нас, приходящие в Покровский собор, незнакомые священники спрашивают, а это из какого монастыря приехали. Мы ничего нового не принесли, а только оживили давно забытое старое. Но во внешнем мы ничуть не полагаем надежды на спасение, а уповаем на пролитую за нас кровь Христа. И этого вы не можете не знать, а значит умышленно клевещите или испытывайте мою выдержку. К слову сказать, еще одна записка на эту же тему, пусть она будет в строку. Игнатий Тихонович, спасибо вам за ваши беседы. Я бы вас слушал день и ночь, да хранит вас Господь. Всем угодить и Господь не может. Один просит дождя на дачу, а другой солнышко для пляжа. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok